Мы на острове Берючий Встали ни свет ни заря для нас В 7.30 В 8 утра нас забрал Трансфер В Генгорке Привезли в Генеческ На причал На этом катере За минут 20 мы домчали До острова Берючий Капитан молодец Дал группе экстрима Самые экстремальные места Это спереди Сразу два совета Первый Кепки снимать Головные уборы перед поездкой Второй взять с собой очки Потому что скорость катера Высокая И ветер сильно дует в глаза Особо ничего не рассмотришь По приезду нас разделили на две группы Вот на таких машинках Первая группа из 14 человек Уже уехала в заповедник Смотреть живность А нас оставили отдыхать На бережку Да, затем нас поменяют местами Первую группу привезут отдыхать А мы поедем смотреть Поедем в заповедник Вдали виден маяк Про этот остров нам рассказали Не особо много Рассказали, что он был Раньше заселен Но в 69 году После шторма Остров полностью Подгрузился под воду Последних Жителей Забрали с крыши школы Вертолетом С тех пор данный остров Никто не заселяет Андрюша Пойдем за жирафом сходим За жирафом Да Сейчас очень рано Вода довольно-таки бодренькая Так, жира поставим Заход в море Нетрадиционный для генгорки Очень быстро становится глубоко Ну, показывает 23 градуса Вода идеально прозрачная Возвращается в первая группа Сейчас мы займем их место И поедем в заповедник Забираем жирафа Ну, бодренькая вода, конечно Я бы не сказал, что 24 градуса Папа, спасибо Чего? Все, пойдем Да Большая площадь парка 524 гектара Этого острова 7200 гектар Вся остальная территория Находится на центральном севарше Так, приблизительно Здесь он город Механифика Значит, остров этот Образован на мылдовод Образован на мылдовод Это стоит из песчаника Ракушенника Сейчас мы подъедем Это гордон бухта Гордон бухта Здесь, значит, живет Инспектор природного заповедника Он стоит в Toyota Это вот, получается, это здание Оно как бы разделено на два хозяина, грубо говоря В одном живет инспектор А во втором вот люди отдыхают И он тут постоянно живет? Инспектор? Да Вот во время своей работы Получается, 11 месяцев живет Ну, а месяц отпуска, понятно, сделает Он справа не сделает Вот Видите, вот это дерево Это маслина тика Или его пускали Там дальше лес Он его отстоит Он состоит из такой породы деревьев А приезжает отдыхать, простите Это что-то такое не особенное, да? Особенное Ой Не особенное Не особенное Обычные люди? Да Да, случайнее не будет Такое понятие Значит Чтобы сюда приехать отдохнуть Это у нас генетическая контора есть Вот И там есть номер И вы все эти нюансы уточняете у них Есть ли места Сколько стоит Ну, я вам приблизительно могу сказать Цена начинается Начинает от 80 и до 500 Ривен в 100 человек Вот Это как приютом разное? Жилье разное, да Это приблизительно будет стоить около 200 гривен, наверное Ну, я так Самый дорогой Это там вот поселок Садгиб Там Там находятся как бы Хрущевские домики, может, вы слышали Вот еще во времена Хрущева построили Чтобы он туда мог на охоту приехать То есть 93-го года Это называлось территорией Заповедная охотничая зять То есть там на центральном Северстве Заповедная полная территория А здесь охотничая зять То есть могли охотничать Ну, раньше как Присали только Вот Спартийные Спартийные деятели И сейчас Когда Старайтесь Мы Сколько Желаем Прошли Нет, не могу Я не могу Не помнить Но А Держится Не Девушки отдыхают... ...возьмите... ...а она там... ...оторон с пирогом... ...вот рибшу... ...счет пиво... ...пиво... 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 ...как? ...а сейчас на косе тут уже охотиться... ...приесли... Как вы показали, такие могут охотиться в любых охотничьих хозяйствах. В основном наши животные, получается как? Прямых врагов нет, охоты нет. Особенность надо контролировать, потому что большая кормовая база, и они их хорошо размножаются. Поэтому мы их продаем. Отлавливаем и продаем. Вот от золотого оленя стоит 5-10 рублей. Вон, смотрите. О, остановились! Следующий человек. Слайдите назад. Ха-ха-ха. Давайте, сдать назад немножко. Далее, назад, да, да. Ой, смотри как, милую. А вот тут, тут, тут. Сейчас. Вот. Киркакал. Смотрите, как красиво. А он такой милый кукол. Всё. Теперь волка показывается нам. А может тут жабы есть? А пятна вода. Цятое к профитному воду. Чятое к место я праздну. В парке водится степная гадюка, ядовитый вид, празднокнижный, но она на центральном Сиваше. Там есть полуострова. Скажите, а вот этот желтопрюк, это ядовитый, ядовитый, ядовитый? Желтопрюк здесь у нас не водится. У нас в парке водится морской уж на побережье, обыкновенный уж на центральном Сиваше и медянка на острове. Но это не ядовитый, ядовитый только степная гадюка, но ее здесь нет. Значит, тетевая вода, да, девушка спросила? Природных источников пресной воды здесь нет. Для животных, не для животных, не для людей. На каждом кордоне есть сважина, в основном это около 6 сантиметров глубина, а за кордоном выкопана копанка, ручная работа. Сторами выкопана, и подквашенная вода постоянно самотеком бежит, наполняет, и животные туда ходят. Вот это еще занимались, только животные здесь появились. Первое животное, которое здесь было акклиматизировано, это олень, еще в 1927 году. Ну, это все оселенцы, нетипичные для данных наемов. Да, черные птички, знаете, как они называются? Да. Что, не знаю. Какие-то птицы, да? Да, черные. А что это на полях за чучело? Это не чучело, это, как мне объяснили, для навигации, для судоподства. Чучело? А? Чучело-навигачело. Я так иноск, и чучело. Значит, вот, как я вам говорил, это Касапа, который далеко не захотите. Она отделяет Утлюкский лиман от лимана Бухта. Вот это лиман Бухта. Максимальная глубина в лимане Утлюкском всего 4 метра, по которому ехать. А вот уже маяк, это граница, отделяющая лиман от моря. Вот что левее, это все Азовское море. Азовское море, если со стрелки посмотреть, так оно где-то начинается с конца Генворки. Сейчас сливцев отдыхают, уже купаются в открытом Азовском море. Этот лиман люди обрабатывают. Зайти, 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 кролик! Кролик! Никогда не видели зайти. Нет, кролик здесь не возится. Это зайцы, не знаю. Азовское море. Да, это зайцы. Видела. Лёля! Жирненький. Лёля! 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 Здесь чадров валяется, вот, правее ветра Каевского. Там раньше был литик. То есть, место, где люди, не имея колодельника, вреда, бранили лёд. Копали яму без мест, брали комкой днища и стенки. И так бранили лёд. И практически на год хватало. Лёля! Лёля! Да! Значит, этот маяк на этом месте был построен ещё французами, в 1878 году, в конкретном основе. Ну, вот, тот маяк, который, как говорили, немцы взорвали, когда они отступали с этой территории. Вот, этот маяк построили в 70-х годах, высотой 20 метров. Вот, здесь живёт смотритель маяка. Он не к нам относится, это, там, другая организация. А он так и называется? Маяк Берючий, да? Да, Маяк Берючий. Маяк Берючий. Круп. Маяк Берючий. Круп. А какого еще народки есть? Да, Друган. Друган. Круп. Оружин, заботки к нему не проводили. А как он отобки в нём не проводили? Друган. Субтитры делал DimaTorzok Пойдем покупаем Вернулись мы с доповедника Нам дали час времени Отдохнуть и покупаться на пляже Андрюша, не лазь там Иди сюда, пойдем купаться Пойдем к нашим вещам Ну что значит зачем Возле наших вещей будем купаться На катере ты еще наплаваешься Обратно 20 минут Пойдем Да Да Что? утопил жираф все не трогай пускай лежит в мире температуру показывай сколько даже 24 24 что там а там столько же будет 23 24 надо нанеси обратно ну где места останутся там поедем видишь маленькие дети все бегут в кабину скажи ведь немаленькие мальчик ставь завтра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok